Жители города регистрируются у столика в детской библиотеке. Каждый из них готов принять участие в этнографическом диктанте. Интеллектуальное мероприятие проходит по всей стране, и Губкинский не стал исключением. Оно проводится с 2016 года для того, чтобы вызвать у россиян интерес к изучению культуры народов нашей страны. Такая вот акция у нас проходит в городе Губкинском второй раз. И, конечно, все участники, мы надеемся, все, кто примут сегодня участие, они захотят побольше узнать о своих предках, о их традициях, о тех народах и национальностях, которые проживают рядом с ними. После просмотра вступительного ролика и краткого инструктажа участникам раздают бланки заданиями. Сам этнографический диктант представляет собой тест из 30 вопросов. Большая часть посвящена культуре общероссийского характера. Например, где находится заповедник Кижи? Правильный ответ – в Карелии. Есть в диктанте и вопросы, что затрагивают области местного знания. Например, кто такой сэр Ирик? Речь идет о персонаже ненецкого фольклора в дословном переводе «белый старик». Всего в этнодиктанте приняли участие 50 губкинцев. Среди них есть не только школьники и студенты, но и взрослые горожане. Каждый сможет получить сертификат участника, а также новые знания о традициях и обычаях различных этносов. Мне об этом диктанте рассказала моя бывшая учительница русского языка и литературы. Предложила поучаствовать, проверить свои знания. Полезно в такой степени, что горожане смогут проверить свои знания, понять уровень. Может быть, захотят узнать больше о своей земле, на которой живут. Узнала от учителей нашей школы первой. Сказали, что проходит такое мероприятие, диктант. Очень интересно, так как это все-таки новый опыт опять же. И я думаю, что мы что-то узнаем, почерпнем для себя из этого мероприятия. Участники справились с решением вопросов примерно за один час. Уже через неделю, 10 ноября, каждый сможет узнать свой результат, введя на сайте МирЭтно свой регистрационный номер. Общий итог всероссийской акции будет подведен 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации. Валерий Усманов, Илья Квасов. Новости Губкинского. Новости Губкинского.